В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Муфти от Дагестана продолжают проводить коллективные ифтары. На этот раз праздничный вечер прошел в Кизляре. Был чемпионат, был и свет. Почему дагестанская сетевая компания начала демонтаж уличного освещения? Смотрите через несколько минут. Возрождение и развитие конного вида спорта в Дагестане. С такой целью на базе школы джигит состоялись показательные выступления. Муфти от Дагестана продолжают проводить коллективные ифтары в городах республики. На этот раз праздничный вечер в честь месяца Рамадан прошел в Кизляре. В нем приняли участие представители не только мусульманской, но и православной общины города. В продолжении темы сюжет Абдулла Алиева. Кизляр – пример единства и сохранения дружеских отношений. Ифтар, собравший жителей города, независимо от их нации и вероисповедания, послужил тому доказательством. Как было отмечено организаторами коллективное разговение, это не только мероприятие, на котором принимают пищу, но еще праздничные вечера, где всех объединяет одна любовь к Создателю. Этот месяц несет благо не только для мусульман. В этом мире этот месяц несет благо для всех. Для всех людей, и мусульманам, и немусульманам, без разницы, разницы нет. Потому что в этом месяце, особенно мусульманам, стараются быть очень вежливыми, благонравными, полезными для общества. Относиться ко всем людям хорошо. В своем выступлении Муфти Дагестана поздравил всех со священным месяцем Рамадан, пожилоблагополучия и проживания в мире и согласии на родной земле. Также он отметил работу глав города, района, религиозных деятелей, которые проводят совместную работу для улучшения жизни населения. Действительно, я люблю Киздар, люблю жителей района. И сам себе задал вопрос, почему же я люблю. До сих пор ответа я не находил, думал, но ответа не было. Сегодня действительно я узнал, почему я люблю. Потому что Киздарцы дружный народ. Они друг друга уважают. В ГД находятся рядом. Оказывается, за это я вас люблю. И эту дружбу я сегодня вас поздравляю. Все выступавшие отмечали важную роль подобных мероприятий, которые сплачивают верующих, способствуют их духовному воспитанию и распространению общечеловеческих ценностей среди населения. Разрешите вас поздравить с этими днями и пожелать вам, чтобы этот месяц прошел в счастье в мире, чтобы был мир в ваших домах, в ваших семьях, у ваших близких. Мы живем в неспокойное время. Мы живем в республике, в многорациональной республике. И только взаимопонимание, взаимовуважение может спасти нашу республику от гряз. У меня в районе, как главный, проживают 73 тысячи населения. И в каждом селе люди увидят сегодня этот праздничный ужин, который сегодня состоялся. И каждый скажет, что сегодня, когда за столом сидели и муфти республики, и глава церкви нашей, и главы районов города, это намного, намного будет позитивно сказано и в районе, и в республике. Это объединяет любого человека, любой национальности, любой религии. За вершение мероприятия муфти Дагестана вручил благодарственные письма мэру города Кизляр и главе Кизлярского района за вклад в дело сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей. Дагестанцев ждет шестидневная рабочая неделя и длинные каникулы. Из-за празднования Дня России суббота 9 июня объявляется рабочим днем. Десятое, одиннадцатое и двенадцатое выходные. Кроме того, в связи с празднованием Ураза Байрам 14 и 15 июня также объявлено нерабочими днями. Таким образом, на следующей неделе рабочим днем будет только 13 число этого месяца. 13 миллионов рублей выделят на льготы пожилым гражданам Дагестана. Таким образом, власти республики намерены возместить им расходы по компенсации взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо пенсионеров, выплаты смогут получить и их семьи, являющиеся собственниками жилья. Для достигших возраста 70 лет размер субсидий равен 50%. А для 80-летних 100%. Льгота распространяется исключительно на неработающих пенсионеров или на одиноких. Рассчитывать на нее могут только те, у кого нет задолженности по оплате за капремонт. Взносы должны оплачивать в полном объеме. Добавим, деньги поступят с момента принятия изменений в действующие региональные законодательства по установленному в Дагестане порядку. В Серегокалинском районе юноша погиб в день своего рождения. Инцидент произошел накануне в селе Мирюго. Драка произошла между двумя молодыми людьми после распития спиртных напитков. Они начали выяснять отношения. Небольшая ссора быстро переросла в драку. Следствием установлено, что 3 июня 2018 года в селе Мирюго-Серегокалинского района в недостроенном доме расположена по улице Савхозная. Между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, перерушив драку. В ходе драки один из них нанес удары твердым предметом, в том числе и металлическим прутом по голове своему знакомому. От подчиненных повреждений потерпевший скончался на месте. Полицейский дядя Степа. Итоги конкурса детского творчества подвели в МВД Республики. Материал для поделок выбирали любой. Дерево, картон, пластилин, пряжа. По результатам конкурса победу одержал 13-летний Денислан Тинликавов. Его мечта стать полицейским и любовь к животным отобразились в произведении искусства. Из пластилина он изобразил полицейского и его служебную собаку после тяжелого, но, похоже, удачного задания. Недавно я узнал, что проходит конкурс дядя Степа. Я сделал сначала это офицера. Собака учит друг человека, и поэтому они вместе, человек сидит и собака. Когда я вырасту, я хочу стать полицейским. Специалисты дагестанской сетевой компании производят демонтаж уличного освещения в Карабудахкинском районе. Видео, на котором зафиксирован демонтаж, активно обсуждается в сети. После окончания чемпионата Европы столбы освещение начали убирать с дороги, которая вела в санаторий Каспий, где проживали гости и участники турнира. В связи с этим пресс-служба компании сделала официальное заявление. По просьбе правительства республики руководство изыскало возможность, в том числе за счет личных средств на строительство линии уличного освещения в районе санатория Каспий. Чемпионат завершился, однако до сих пор не решен вопрос с принятием на баланс муниципалитета построенной линии. А между тем, все расходы по ее обслуживанию несет дагестанская сетевая компания, говорится в тексте. Поэтому было принято решение на отрезке дороги, где нет жилых строений, произвести частичный демонтаж линии уличного освещения с целью обратить внимание на проблему структуры, ответственных за решение этого вопроса. Настоящий праздник для детей накануне устроило бизнес-сообщество «Бесом» в парке развлечений Махачкалы. Его маленькие посетители стали участниками яркого шоу. На импровизированной сцене юные исполнители танцуют и поют. Каждого гостя встречают ростовые куклы полюбившихся персонажей детских мультфильмов. Концерт предприниматели «Бесома» посвятили Международному дню защиты детей. «Бесом» существует три года. Я все три года ждал этого дня, чтобы провести что-то подобное для детей. Ничего, наверное, для людей нет радостнее, чем видеть счастливые лица детей. Мы ради чего живем? Мы живем ради своих детей». Участниками акции стали более 300 детишек. Все желающие могли нанести аквагрим или попробовать себя в роли художника. На месте были организованы площадки по интересам. Также маленьким гостям предоставили возможность покататься на аттракционах. «Очень хорошее мероприятие. Удалось покататься ребенку. Хорошее развлечение устроили. Организация хорошая. Спасибо всем, кто организовал этот вечер. Праздник для детей. Почаще бы таких мероприятий для детей». Далее выпуск продолжит обзор кратких новостей. Двое молодых людей в Дагестане выбросились с седьмого этажа. Трое парней находились под воздействием наркотиков. По неподтвержденной информации, два друга прыгнули с седьмого этажа, чтобы, как им казалось, нырнуть в воду. Третий хотел последовать за ними, но сосед остановил юношу. Подробности происшествия выясняются. В России появятся новые пешеходные переходы. Они будут приподняты над проезжей частью, как лежачие полицейские. По мнению разработчиков, это поможет повысить безопасность на территории жилых кварталов. Предварительный национальный стандарт, предполагающий появление рельефных зебр, планируется принять в 2019 году. Количество упоминаний о Дагестане в публикациях Instagram превысило 5 миллионов. Такие данные приводит статистический ресурс приложения. Публикация в основном содержит новостной контент, значимая часть фотографий и видео спортивного характера и публикации на религиозную тематику. В московском зоопарке поселятся мадагаскарские фоссы и птица-секретарь. Ее своеобразное имя происходит от черных перьев на голове, напоминающих гусиные перья. Раньше их любили вставлять в свои парики судебные секретари. Передача животных проходит в рамках европейских программ по захоронению популяции редких видов в неволе. Возрождение и развитие конного вида спорта в Дагестане. С такой целью на базе школы Джигит состоялись показательные выступления. Мероприятие приурочили ко дню защиты детей. Азы верховой езды вместе с юными махачкалинцами познавал и мой коллега Курбан Рагимов. Еще пару секунд назад шестилетняя Аминка не слезала с материнских рук, но оказавшись верхом на лошади, девочка заулыбалась. Появились эмоции счастья, ребенок выполняет все упражнения. У девочки ДЦП. В три года она не могла даже ходить, но занятия под присмотром инструкторов дали свои плоды. Села уже, понравилась, каталась долго, даже слезать не хотела. Мы раньше тоже хотели, три года назад сюда долго ходили, катали. Потом она ходить начала у нас. Теперь разговор вытащить, ходим, иншалла. Аллах поможет. Шаг животного идентичен шагу человека. Именно поэтому тело ребенка работает так, будто он ходит сам. Контакт с лошадью специалисты называют отличным методом в борьбе с ДЦП. Когда ребенок общается с лошадью, гладит лошадь, катается, у него бывает масса эмоций, он получает удовольствие. На фоне всего этого у него бывает желание работать, делать упражнения. То есть если дети слабые, у них мышцы слабые, то этот и обычно эти дети не хотят работать. Это полезно не только детям с ДЦП, это полезно детям с задержкой психоречивого развития, детям с аутизмом, детям с умственной отсталостью. Верховая езда полезна не только для детей с ограниченными возможностями, но и для каждого здорового человека. Во время езды задействованы практически все группы мышц, которые не работают в повседневной жизни. А уже после всадник чувствует прилив сил и энергии. С целью привлечь интерес к конному спорту на базе школы Джигит регулярно проводят акции и мини-турниры. В этот раз свои навыки показывали ребята первого года обучения. Их уровень оценивала компетентная жюри. За конкурсом наблюдали около сотни детишек и их родителей. Езда на лошади для дагестанцев – это в крови. Отнять эту частичку – это значит отнять часть дагестанца. Которая может сказать, что, представляете, для дагестанца отнять борьбу. У детей при занятии конным спортом развивается трудолюбие, развивается терпение. Что немаловажно для нас, дагестанцев. Вести лошадь, правильно выполнять седловку и преодолевать препятствия. Всему этому ученики школы научились за неполный год. С детства страсть к лошадям. Да и давно все хотели заниматься конным спортом. И вот выпала такая возможность. Вы как-то плохо к лошади относитесь. Она также взаимно будет плохо к вам относиться. Если вы хорошо, с добротой, веселенький. Она тоже будет такая активная, веселая. В конце лета клуб «Джигит» объявит о приеме всех желающих. Двери конно-спортивной школы будут открыты для детей с 10 лет. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов и Касум Асманов. Телеканал ННТ. Махачкала. Трое дагестанцев выиграли золотые медали юношеского первенства России по вольной борьбе. Соревнования завершились в эти выходные в Москве. Всего награды в 10 весовых категориях оспаривали более 300 вольников. Удачнее всего воспитанники дагестанских спортивных школ выступили в категориях до 51, 60 и 71 килограмма. Помимо этого в активе подопечных Арслан Бека Алиева 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. В общекомандном зачете вперед юноши из Дагестана пропустили атлетов из Северной Осетии Алани. У них на одно золото больше. Все победители первенства страны представят сборную России на мировом первенстве, которое пройдет в начале июля в Хорватии. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова